Еженедельный доклад руководства коммунальных компаний города о проделанной работе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону – дело обычное. Каждый вторник коммунальщики собираются под председательством главы Полевского Дмитрия Филипова на заседание штаба. Тема сегодняшнего – расчеты населения с управляющими компаниями и поставщиками энергоресурсов. Лариса Потапченко, генеральный директор Полевской коммунальной компании, рассказывает, что на сегодняшний день долг потребителей северной части перед ПКК составляет 98 миллионов рублей. Из них 77,8 – это задолжало население. О том же, как Полевская коммунальная компания рассчитывается северским трубным заводом, главным поставщиком докладывает генеральный директор расчетного центра Урала Александра Короткова. Как только запустили действующую схему расчетления перед северским трубным заводом, за период северский трубный завод перечислено 91 миллион 460 тысяч. В том числе за мае 14 миллионов 570 тысяч, в июне сейчас нарастающем итогах 6 миллионов 520 тысяч. Что касается южной части города, то здесь собираемость колеблется в среднем по всем компаниям в пределах 91%. И это нормально с учетом того, что за последний год коммунальный рынок южной части претерпел значительные изменения. Пришли новые компании. И если говорить более конкретно, то от ОРСК сбор по итогам первого отопительного сезона в Полевском составляет чуть более 80%. У городской управляющей компании 82%. Чтобы повысить собираемость, сегодня ведется претензионно-исковая работа. Готовятся документы по ряду злостных неплательщиков на выселение из занимаемых квартир. Что касается перечисления денежных средств и расчета с поставщиками. На сегодняшний день новая энергетика стартанула с 1 октября с долга перед урал северогазом 24 миллиона 800. Сегодня на 1 июня, без учета пока южных платежей, задолженность составила 46 миллионов 900. Таким образом, уровень расчетности перед урал северогазом 70%. Региональная сетевая компания сегодня с уровней расчетностью 46%. Довозадолженность перед урал северогазом 3 миллиона 80 тысяч. Это основной, у остальных критической задолженности нет. Новая энергетика получила за отопительный сезон 81 миллион рублей. В урал северогаз было перечислено 53 миллиона 665 тысяч рублей. Сверлов энергосбыт 1 миллион 360 тысяч. Продолжает Александра Короткова. Что касается региональной сетевой компании, за прошедший сезон она получила с населения и юридических лиц порядка 105 миллионов. 20 перечислила новой энергетики. В урал северогаз 47,4 миллиона 240 тысяч было направлено на оплату счетов северского трубного завода. Второй вопрос сегодняшнего штаба касается непосредственно выполненных работ по подготовке энергосетевого комплекса к отопительному сезону. По энергосетям выполнено ремонтных работ на 8%. Сейчас объявлено через аукцион по 10-23 федеральному закону два объекта. Это регулятор давления холодной воды и теплопункт. По живому фону освоено 25% денежных средств выполненных соответственно ремонтных работ. В общей сложности на 16% от общего объема, который мы планируем по подготовке к зиме. Относительно южной части Полевского, то подготовку здесь ведет сразу несколько компаний. К примеру, городская управляющая сейчас занимается ремонтом жилого фонда. Меняют и ревизируют запорную арматуру в многоквартирных домах. Приводят в порядок козырьки. Управляющая компания Юг уже закупила крышки для канализационных колодцев и в ближайшее время все они будут установлены, рассказывает директор Владимир Коптяков. В дальнейшем у нас в планах на этой неделе произвести ревизию приемных запорной арматуры на КНС-1, КНС-3. Но вчерашний день выстегнула авария дополненная, мы ее ликвидировали. Поэтому сегодня занимаемся ревизией КНС-3. Специалисты региональной сетевой компании всю прошедшую неделю были заняты устранением пяти порывов на водопроводных сетях. Сегодня приступают к плановым работам. Выслушав коммунальщиков, Дмитрий Филиппов задает вопрос, что сделано южными компаниями по подготовке энергосетевого комплекса к гидравлическим испытаниям. Отсутствие ответа явно не устраивает главу города. Вот мы в пятницу, в четверг встретились со строительством, договорились, значит, по подаче электроэнергии, на проведение гидравлических испытаний. Я вам скажу, что всего двум муниципалитетам добро получено строительство. И вы ничего не делаете. Подготовка к отопительному сезону идет и на объектах соцкультбыта. За счет областных средств мы планируем менять окна в 20-й школе, частичные, восьмые школы. По комплексу мер по модернизации образования у нас тут деньги заложены. По 20-й школе часть денег, то есть 166 тысяч, это будут областные, 200 за счет муниципальной цельной программы на энергосбережение. Объявляем котировки на установку приборов учета холодной воды, тоже по программе на энергосбережение, 5 объектах. Сейчас больше всего опасений возникает по теплосетям, которые расположены на территории бывшей 19-й школы, говорит Ольга Шварцман. На ремонт, согласно СМЕД, необходимо порядка 700 тысяч рублей. Средства нужно выделять и приступать к работам, считает глава города Дмитрий Филиппов. Управление культурой также занято ремонтами. Сейчас специалисты ГУК обследуют систему отопления в школе искусств. На днях должны выдать заключение, и тогда уже можно будет приступать непосредственно к работам. Татьяна Сосунова, ведущий инженер Полевской центральной больницы, также делится планами по подготовке больничного комплекса к зиме 2013-2014 года. Это ремонт горловин, канализационных колодцев в стационаре номер 1, там 180 тысяч, значит, по сумме. Затем, значит, замена регистров на радиаторы, это ФАК, Косой Брук 47 тысяч. И восстановление трубопровода по Старевару в 3, как бы резервные, на поликлинику и на хирургии. Там 80 тысяч, там, естественно, земляные работы. Поэтому прошу заинтересоваться и поучаствовать в котировках. Завершая сегодняшнее заседание, глава города подводит ток. Все начатые работы продолжать. Усилить претензионно-исковую работу с должниками. Цель – максимально снизить долги перед поставщиками энергоресурсов до начала отопительного сезона. Относительно же переговоров с сетевой компанией «Новая энергетика», то они уже будут вестись на уровне Министерства ЖКХ Сыргловской области. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.